Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это новостной блог о игре War of the Worlds. Итак, как я и обещал в прошлом выпуске, то по мере разработки игры и приближению к дате её выпуска, я буду больше делать для вас обзоров. Судя по комментариям и вообще количеству просмотров прошлого обзора War of the Worlds, я понял, что многих игрушка очень заинтересовала. Ну что же. Итак, начнём, наверное, с самого первого. Для тех, кто не знает, это игра в жанре экшн, шутер, хоррор и симулятор с открытым миром от первого лица. После последних трёх стримов от разработчика нам стала уже известна дата выхода данного симулятора в Steam. Это март 2023 года. На стримах разработчика мы смогли увидеть эксклюзивный геймплей, а также услышали много информации. В суровом мире придётся выживать не очень легко. Поиск еды, воды, нападение диких животных, если вы оказались в каком-нибудь лесу, прячась от треножников. Злосчастные NPC, которые, кстати, будут очень умными и смогут защищать свой дом, если вы решите скрыться от треножника в их апартаментах. Я уж не говорю о том моменте, то, что в игре будет мультиплеер и каждый игрок будет выживать по-своему. Для хорошего выживания нам придётся искать оружие, еду, воду, патроны, фонари. Весь этот лут будет раскидан на огромной карте в различных зданиях. Повторюсь, перемещение на открытой местности будет сугубо очень опасным. Также на последнем стриме разработчика нам показали, что треножники также получили прокачанный искусственный интеллект. Сугубо говоря, вам придётся всегда себя вести тихо. Лишний раз лучше не привлекать к себе внимание, стреляя из того же самого пистолета или ружья. Я уж не говорю про езду на транспорте. Да, мы знаем, что управление различным транспортом в игре оно будет. Вы сможете находить различные ключи от автомобилей в зданиях и с лёгкостью угонять автомобиля. Но не советую опять же делать это перед треножниками. Также в игре будет функция что-то типа открытого голоса, рация. Мы сможем спокойно подойти к какому-нибудь игроку и общаться с ним. Скажу больше, что на последнем стриме разработчика треножник реагирует на голос. Если вы будете кричать очень громко, либо разговаривать на местности, то треножник сможет повернуть в вашу сторону и просто убьёт вас. Не знаю, говорил ли я в прошлом обзоре, по-моему да. Но повторюсь, что теперь все здания в игре они полностью разрушаемые. И как нам показывал разработчик, что практически во всех зданиях будет подвал. То есть при приближении того же треножника облутайте здание и прячьтесь в подвал. Если треножник пройдется по дому, то вы погибнете под завалами. Также на сегодняшний день в игре полностью реализована погода. Смена дня и ночи. Погода обещает быть очень реалистичной в этой игре. Туманы, грозы, дожди, ливни, ветры. Визуализация рассвета и закатов также на высоте. В игре нам придется следить за своим здоровьем. Здоровый отдых и сон. Также беречь стамину, скорость передвижения, приводить своего персонажа к сильной усталости, потому что это будет расходовать воду и калории. Также повторюсь, что в игре будет немножко своя сюжетная линия, то есть одиночная игра, которая практически повторяет сюжеты из фильма «Война миров». Многие сейчас, наверное, призадумались о цене в этой игре при поступлении ее в Steam. Скажу так, информация небольшая. Скажу так, что стоимость этой игры будет приблизительно 10-15 долларов. Но это еще не точная информация. Скажу еще, что игра выйдет в раннем доступе и по мере своего выпуска она будет постоянно обновляться и дополняться. Есть также информация об обновленных рекомендуемых системных требований. И кстати говоря, любой из вас желающий может сейчас стать закрытым стресс-тестером игры через патреон разработчика. Стоимость порядка 100 долларов, но в ближайшее время стресс-тестер может стать от 50 долларов. Так что если у вас есть желание, посетите дискорд разработчика и все подробнее узнаете. Ну а если вы хотите помочь мне стать закрытым стресс-тестером данной игры, все ссылки на donation alerts также в описании. Скажу так, что на стримах я теперь также буду собирать донаты на патреон War of the Worlds. Ну что ж, на этот час у меня вся свежая информация, которую я надеюсь до вас донес. Ждем дальнейших стримов разработчика и для вас будет еще куча много новой инфы. Обязательно подпишись на канал и поставь пальчик вверх. Субтитры сделал DimaTorzok